Дмитрий, скажите, пожалуйста, каковы все-таки истинные причины исключения вас из КПРФ? Ну, причин этих несколько. Основная причина – это то, что Валерий Федорович Рашкин мечется между мэрией Москвы и командой Навального и никак не может выбрать все-таки, с кем ему работать. И мое исключение – это такая показательная жертва, как и, собственно, Елена Анатольевна Шуваловой, и изгнание так называемых навальнистов из рядов фракции КПРФ в Московской городской думе и партии КПРФ. Ну, вторая причина, то есть я основной назвал, вторая причина – это, конечно, не голосование за бюджет в 2019 году, когда был издан партийный приказ голосовать либо за, либо сдержаться. Я его не вошел в процедуру голосования, и это является одной из причин исключения. Еще одна причина – это моя резкая критика рекомендации на назначение членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в Тушино, когда были рекомендованы местным комитетом товарищи, которые не имеют ни опыта, ни особого желания заниматься честными выборами и отставить интересы партии КПРФ в Тушино. А так, собственно, я, естественно, буду обжаловать это решение в контроле независимой комиссии в нашей партии, потому что считаю его несправедливым и неправильным. Ну, примерно таким же образом, как и я, была исключена первой Елены Анатольевны Шевалу летом. Но если Елена Анатольевна, так как она являлась членом горкома, исключала городской комитет партии, то я рядовой коммунист, поэтому меня исключал районный комитет партии. Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто следующий в этой череде? Я не знаю, это зависит от удачи и судьбы, наверное. Я не могу, не могу знать, потому что все стремительно меняется. У нас сейчас какая-то политическая турбулентность, и кто будет следующий, ну, наверное, вам стоит спросить у Рашкина Валюрия Федоровича непосредственно. Он, наверное, точно знает. То есть, по вашим оценкам, это определенная тенденция на то, чтобы зачистить Московскую городскую думу от неугодных депутатов? Ну, в любом случае, с нами сейчас борются. Мы стали тем голосом москвичей, которые так давно не слышала власть. И, естественно, с нами будут бороться. Это один из этих способов борьбы. Это, естественно, и исключение из партии КПРФ. Это и постоянное давление, угрозы и все остальное. Естественно, мы понимаем, что пришли мы не самое приятное место, но будем сражаться за интересы горожан и граждан всех. Насколько велика вероятность, что вас лишат депутатского мандата? Вы знаете, я не могу вам сказать однозначно «да» или однозначно «нет». Естественно, на депутатов Московской городской думы заводят дела по административным правонарушениям. Вот у меня, например, есть такое уже одно дело. Я сходил вместе с Павлом Тарасовым, тоже депутатом Московской городской думы, на встречу с Рашкиным Олегом Федоровичем и Парфеновым Денисом около Центральной избирательной комиссии в сентябре. И там меня задержали и обвинили по статье 20.2.5 «Незаконное проведение акции». И, собственно, всех оппозиционных депутатов, так или иначе принимающих участие в любых акциях протеста, будут именно ловить на вот эти 20.2.5. Потому что, как мы знаем по делу Галямины, что три таких статьи – это уголовка. А уголовка – это до свидания с депутатами. Скажите, пожалуйста, насколько КПРФ, это отчасти вопросы наших зрителей, подписчиков, насколько КПРФ управляема со стороны администрации президента? Вы знаете, вот честно говоря, я в такие реалии стараюсь не лезть. Мне бы вот в Москве разобраться. Ну, естественно, понятное дело, что есть некая связь, да? Я думаю, что она очевидна. Но как бы назвать такую конкретику я вам не могу. Мы здесь, в Москве, стараемся заниматься районными проблемами полностью, у них, наверное, угрязли. Поэтому такие вопросы лучше адресовать, наверное, федералам все-таки и людям более компетентным, чем я. Потому что, я говорю, я новоизбранный депутат, это первый раз, когда я разбираюсь куда-либо. Поэтому сейчас разбираюсь, как вообще работать. Ну, уже понятно, что-то еще предстоит узнать. И о таких высоких материях, там, влияет администрация президента на КПРФ или как сильно влияет, я вам ответить не могу. Но, учитывая, что довольно давно уже КПРФ в политическом поле в нашей стране, естественно, связи какие-то определенно есть. В одном из выступлений Геннадий Зюганов сказал, что может лишить депутата Рашкина мандата депутата Государственной Думы, если он продолжит, ну, в той или иной степени поддерживать Навального или его последователей. Насколько реально могут быть эти действия и возможно ли это в принципе? Да, действительно, лишение мандата возможно, ввиду того, что Рашкин Олег Федорович избран по партийному списку. В отличие, вот, допустим, меня избран по одномандатному округу, меня выбрали жители. А, соответственно, Рашкина избрала уже сама партийное руководство и поставила в этот список. Поэтому Геннадий Андреевич вполне может это сделать. Сделает ли он это? Я, честно говоря, опять же не знаю, потому что я вот от этих партийных историй в верхах весьма далек. И вам лучше спросить кого-то более такого компетентного в плане информации. Но может ли это сделать Геннадий Андреевич? Да, может. Сделает он это? Не знаю. Мы наблюдаем, что в последнее время ужесточилась усиленность давления на левые силы. Вот, в частности, депутата Бондаренко из Саратова оштрафовали на 20 тысяч. На ваш взгляд, Дмитрий, продолжится ли давление такое? Чем оно мотивировано? Что движет властями? Ну, вот, видите, я как раз Бондаренко арестовали именно по той же статье, которую я вам назвал, по 20.2.5. И штраф, там, может быть, от 10 до 20 тысяч. Вот у меня штраф номер 10 тысяч, а Бондаренко, так как в виду он все-таки величина, у него 20 тысяч. Поэтому это, наверное, показания заслуживания. Безусловно, продолжится атака на левые силы, потому что социальное напряжение в стране растет, люди беднеют. Естественно, левая повестка, она просто, ну, очевидно, даже человеку вне политики. То есть, так или иначе, людей волнует социальная справедливость. Просто вот можно 10 человек остановить, и, я думаю, большинство из них будет волновать социальная справедливость. Это и уровень жизни, это и зарплаты, пенсии, отношения к социально защищенным группам граждан. Более того, даже не только отношения, но и лицемерия властей, которые они выказывают по отношению к нам, к москвичам. То есть, нам постоянно говорится про социальные бюджеты, классное здравоохранение, прекрасное образование. Но это не так, и человек, условно, слышит в уши, ему говорят одно, а видит он совершенно другое. Поэтому популярность левых сил, оно будет расти. Поэтому, в том числе, Бондаренко, поэтому Московская городская дума, вот депутат Ступин, Янчук, они, их выступления очень популярны. Вот, кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех на наш канал Реальный Мосгордума. Мы проводим стримы каждую неделю, вот в пятницу это обычно происходит. Обсуждаем последние новости нашего города. Подписывайтесь, приходите. Дмитрий, длительные согласования были по поводу встречи с депутатами, вот на 23 число. И все-таки власть не согласовала встречу с депутатами. Как вы можете это прокомментировать или объяснить? Ну, уважаемые зрители, на самом деле, встречи с депутатами необходимо уведомлять. Да, это не митинг, это не какая-то масса акций, о которой нужно уведомлять органы исполнительной власти, да, в письменном виде. То есть, ты просто отправил бумагу, да, сказал, я встречаюсь там с избирателями. Но мы сейчас понимаем, что политическая ситуация взрывоопасна. Естественно, власти будут использовать любой способ для того, чтобы строить какую-то провокацию, для того, чтобы как-то сорвать эту встречу. Я, честно говоря, опять же, не могу сказать там точно, что я знаю, что происходит. Но встреча действительно переносилась множество раз. И просто состоится ли она сейчас в каком виде, я не могу сказать. Это, наверное, надо смотреть, что там горком напишут. Но если на встрече с депутатами, я думаю, будет помимо Рашкина и Парфенова, еще депутаты Государственной Думы от КПРФ, то, скорее всего, там не будет каких-то сильных провокаций. Вот такая моя рекомендация, наверное. Дмитрий, на ваш взгляд, сейчас мы плавно перейдем к вопросу о выборах депутатов в Государственную Думу. Все-таки, по вашим оценкам, каковы шансы КПРФ на этих выборах? Ну, то, что Единая Россия может удержать большинство, это шанс весьма велик. Потому что у нас есть и трехдневное голосование. У нас есть обычные методы исполнительной власти по увеличению количества голосов за административных кандидатов, такие как голосование в образовательных военных учреждениях, такие как голосование по надомникам. Да, когда социальные службы заранее агитируют за административного кандидата, а потом этим несчастным старикам подсовывают агитацию уже в день голосования, чтобы все вспомнили, за кого им надо голосовать. Это электронное голосование, которое, ну, огромное количество поводов для муха лежа. Это и достаточно плохо закрытые участки в плане наблюдения оппозиционных партий и кандидатов. Я считаю, что, ну, тут все зависит от людей. Если вы поддержите КПРФ, если вы поддержите действительно народных кандидатов, то в Единой России нет шанса. Вот как в 19-м году было, поддержали же, и получилось. Никто не верил, да, что могут пройти люди, которые там не согласованы в мэрии, представляете? А люди прошли. То есть это все зависит от людей, чтобы мы поднимали явку, чтобы люди понимали, зачем надо ходить на выборы. Даже с трехдневным голосованием, то есть если придет куча людей, то им просто нечего будет противопоставить этому. Дмитрий, как вы объясняете выход такого количества людей, молодежи в основном, вот на те митинги, которые были у нас совсем недавно, месяц назад в Москве? За что выходили люди? Ну, я думаю, я уже в этом интервью говорил о том, что люди слышат одно, а видят совершенно другое. Прежде всего, мы понимаем, что молодежь всегда была движущейся силой любых перемен. И можно там сказать и о Второй мировой войне, когда мальчики приписывали себе возраст, уходили на фронт, потому что они хотели изменить мир, помочь отстоять советскую систему. Это и во время революции, во время студенческих волнений всегда молодежь была главной движущей силой протеста. Потому что они наиболее пассионарны, у них наиболее количество энергии, и они не боятся того, чего может бояться человек, допустим, возрастом 40 лет, у которого уже семья, все, ну, тяжелее принять это решение. Поэтому первая, наверное, причина – это несоответствие тому, что молодежь слышит и видит совершенно другое. Второй момент – это, как я уже говорил, права молодежной политики в нашей стране. То, что происходит, я просто сам работаю в сфере молодежной политики, то, что происходит сейчас – это просто обслуживание большой политики. То есть молодежь ничем не занимают, кружки и секции платные. Я не говорю, что это панацея какая-то от этого, я просто говорю причины. Ну, третий – это, конечно, отлично полностью сектор интернет практически, он находится под оппозиционными силами. Об этом признают в том числе и депутаты Диной России, что они, допустим, не готовы идти на какую-то полемику, на какие-то дебаты в интернете, да, только на каких-то своих каналах, да, там «Вечерняя Москва» или еще какие. Поэтому это абсолютно, ну, такое мощное продвижение этих акций в интернете, оно в том числе дало этот результат. Ну, и, конечно, еще, знаете, еще после ковидной эпидемии люди действительно, или молодежь хотели как-то, как у какой-то движухи встретиться где-то, да, и тут топ, как бы, акция, и они все там пошли, конечно. И люди, понимаете, возмущаются несправедливостью, которые, понимаете, они видят постоянно. Они заходят там к какому-нибудь чиновнику, видят несправедливость. Они идут на работе, их работодатель кидает, они видят несправедливость. Они понимают, что там старикам платят маленькую Петю, что они там еле выживают, да. И тут они еще видят, что, значит, с Навальным такая ситуация случилась. Это как бы, ну, как последняя капля, оп, и они на этой акции. Власти удалось подавить протест? Вы знаете, я так глобально, наверное, не мыслю, но я думаю, что нет. Потому что, понимаете, когда молодежь что-то запрещает, когда их еще после этого бьют, когда, то есть они продолжают видеть ту несправедливость, которая происходит, и гайки лишь затягиваются, это лишь озлобляет их, и просто это в определенный момент взорвется. Это уже взорвалось несколько раз. Вот, поэтому тут под выборы могут всякие вообще непредвиденные вещи случиться. На ваш взгляд, Алексея Навального выпустят до выборов президента в 2024 году? Я думаю, да, до выборов президента выпустят. Государственная Дума – это самые важные выборы для существующей власти, потому что они будут гарантировать легитимный законодательный момент трансфера, если таковой будет, то есть если Владимир Владимирович Путин решит уйти. Путин уйдет до 2024 года? Я не могу, опять же, сказать, понимаете, я московский депутат, и вот уйдет Путин или нет, я вам не могу сказать. Но я могу предполагать, что Государственная Дума будет очень важна в этот момент, поэтому единороссы будут сражаться как в последний раз, я вот этому уверен. У нас законодательный орган принял в первом чтении, насколько на сегодня это известно, по поводу наделения полномочий ЦИК о блокировке или выхода с инициативой на Роскомнадзор о блокировке интернет-ресурсов, тех, которые не соблюдают правила в период предвыборной кампании. Как вы можете оценить эти решения Государственной Думы? Ну, это, конечно же, борьба с умным голосованием, и это просто очередной грипп бессильной злобы власти, и все. Потому что, как мы уже говорили с вами, интернет является основной площадкой оппозиции, и всеми способами он будет там отключаться, обрезаться, ограничиваться, да, потому что интернетом пользуется все больше и больше людей, и информацию получают оттуда, да, совершенно другую, нежели с экранов федеральных каналов. Поэтому это просто еще очередной шаг, такой же, как трехдневное голосование, такой же, как электронное голосование, да, просто еще один шаг на ограничивание действий оппозиции и народных кандидатов.